А угадайте-ка, в какой песне есть такие слова? Привет, русский народ, наш старший брат. Скажу сразу, это первые строки государственного гимна одной из республик СССР. Но об особом статусе русского народа пели не только в одной этой республике. Давайте посчитаем вообще, в скольких гимнах были такие слова. СССР. СССР. У 12 из 15 республик СССР в тексте гимнов выделяется русский народ. Ну или Россия. Почему? Мы задали этот вопрос нескольким историкам. Гимны СССР, как и гимны большинства союзных республик, создавались в 40-х годах. Примерно в это же время в советской идеологии появляется тема старшего брата и особой роли русского народа. В 45-м году Сталин на каком-то мероприятии поднял за русский народ, именно за русский народ, отдельный тост, где сказал, что русский самый главный народ. И на нем вся ответственность. То есть он как бы легитимировал лично Сталин, да, вот этот язык. Был такой главный, великий русский народ и так далее и тому подобное. Только никого никто не принуждал, чтобы идти на подхалим и вносить аналогичные слова национальные гимны. Но некоторые республики все же вносили. Почему? Или из боязни, из перекор общей политики, или исходя из того, что не хватало национального духа. Не пелось об особой роли русского народа в гимнах всего трех республик СССР. Каких? Это были Грузинская ССР, Эстонская ССР и РСФСР, то есть сама Россия. А никаких точных данных о том, почему о русском народе не пелось, например, в гимне Грузинской ССР нет. Историки приводят две версии. В 1946 году кто-то посмел бы принести в нашу конституцию, что грузинское государство вдал в руку перед русским народом и так далее. Я могу сказать, в гимне, извините, они восстали бы. Ситуация с Эстонией немного иная. Большинство историков рассматривают эту страну вместе с другими странами Балтии, Латвии и Литвой. Но в гимнах двух соседних республик великий русский народ уже упоминался. Россия, как родственные бренды из советских народов, они только один из многих вопросов советской народной политики. Если вы выполнили пять или шесть или шесть, это уже нормально. Но как так вышло, что о русском народе не пелось в гимне России, точнее Российской Советской Федеративной Социалистической Республики? Дело в том, что вплоть до 90-х у РСФСР попросту не было отдельного гимна. Везде исполняли гимн СССР. То, что как бы, может быть, какими-то русскими националистами, начиная в конце 80-х годов, рассматривалось как некая ущербность республики, на самом деле было как раз подчеркиванием ее особого статуса Российской Федерации. То есть она как бы, она отождествлялась самим Советским Союзом. А отдельный собственный гимн России появился только в 90-м году, за год до развала СССР. Но и в этом гимне не было ни слова о русском народе. Ну просто потому, что в гимне не было слов вовсе. Только музыка композитора Михаила Глинки. Несмотря на то, что гимны республик СССР не исполняются уже 30 лет, их риторика до сих пор влияет на отношения между постсоветскими странами. Мурдағы гимндердегі килише сөздер, кимышыдағы ескі муындун Далай өкілдерінің мейсіне чырмалып қалғанын ашық айту керек. Азыр күшкерда Салавиов, Скадеева, Симон Яндардың, эгемен Украинаның аделет соғышына қаршы бір тарапты ушауын естегі бүгіттері, ошыл орысчыл мұрдағы мөменің ұрығын оғы бәтері азықтандырып жатыр. Ошылын үшін Кыргызстанның өзінде түріпдері ұлы орыс елей деп үшіндай өрақ атынану айтымен күшлер көпті.